дорогие друзья доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро зовут меня ольга и сегодня хочу представить вашему вниманию таро прогноз на ноябрь месяц для знака зодиака раки уважаемые раки напоминаю что гадание имеет общий характер она подойдет и для мужчин и для женщин и для тех кто в паре и для тех кто одинок надеюсь что интересно будет вам всем поэтому присоединяйтесь усаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем сегодня гадание объемно на 12 домов гороскопа на 12 сфер вашей жизни поэтому будет о чем поговорить и будет в конечном итоге о чем поразмышлять надеюсь что вы уже настроились колода тоже готова так карта которая останется на дне колоды будет для вас на этот месяц нужно будет в этой миссии обратить основное внимание и так ваш первый дом вы помните карта которая осталась на дне колоды является для вас дополнительным советом и мы ее положим центр и так ваш первый дом показывает вас самих на этот месяц ваши мысли ваши эмоции ваше настроение и все то что вы будете нести в окружающий мир здесь для вас выпала карта двоечка жезлов конечно эта карта говорит о том что динамика вашей жизни есть но здесь в динамике есть некая остановка есть некое ожидание в этом месяце преимущественно в каких-то для вас важных вопросах вы все-таки будете пребывать в некой двойственности об этом говорит эта карта возможно кому-то из вас нужно принять какое-то важное решение оставаться на этой работе или переходить на другую сотрудничать с этими партнерами или с другими быть с этим партнером или с кем-то еще то есть знаки вопроса которые постоянно будут стоять у вас на повестке дня в этом месяце также многим по этой карте нужны какие-то дополнительные деньги и финансы для того чтобы осуществить все-таки ваши самые большие самые масштабные проекты и задумки но в общем-то энергия здоровье сила воля по этой карте однозначно у вас есть да где-то вам будет тяжеловато где-то будет нелегко но тем не менее я вижу упорство я вижу веру я вижу силу и при всем при этом вы еще можете помочь кому-то из своих ближних конечно карта в общем я считаю в общем неплохая но все-таки двойственность на весь этот месяц будет присутствовать и двойственное настроение в отношении каких-то важных для вас решений давайте посмотрим что происходит в вашем втором доме этот дом указывает на то материальное поле которое вы сами можете создать или притянуть к себе также эта карта показывает на ту недвижимость которая у вас имеется по карте иерафант можно смело и уверенно говорить о том что многие из раков имеют эту самую недвижимость что-то свое что-то собственное возможно если смотрят меня дамы что-то из недвижимого или вашего движимого имущества может быть оформлена на мужском лице если вы сейчас только что-то оформляете или переоформляете возможно участие мужского лица возможно это чей-то отец возможно для кого-то может быть кто-то из органов властей человек с которым вы о чем-то может быть договариваетесь о чем-то для вас важно конечно эта карта также говорит о покровительстве вас высшими силами и всего того что на сегодняшний день вы уже имеете в любом случае помощь и поддержка вам в этом месяце будет обеспечена помните вы не одиноки во вселенной также эта карта говорит о том что если рассматривать ваши финансовые моменты здесь тоже большое влияние идет мужского лица опять-таки повторюсь возможно для кого-то это отец а возможно для кого-то это просто статусный человек возможно для кого-то супруг то есть от этого человека во многом могут зависеть ваши финансы если смотрит меня мужчины раки вот эта карта говорит о том что вы любите чтобы во всем был порядок вы любите порядок в мелочах и требуете этого не только от себя но и от других и это то что дает вам на сегодняшний день стабильность давайте посмотрим что происходит в вашем третьем доме этот дом указывает на ближайшие поездки при как ближайшие коммуникации с близкими родственниками и вашими друзьями и здесь для вас выпала карта девяточка жезлов конечно эта карта снова таки огненная эта карта говорит о каких-то эмоциях вспульчивости даже некой может быть легкой агрессии которую возможно вы не хотите показывать но вам ее приходится показывать для того чтобы кто-то не вторгался в ваше личное пространство возможно ваши друзья либо ваши родные люди слишком навязчивы по этой карте может быть душит вас какими-то своими идеями может бы душит вас каким-то своим присутствием навязчивым или навязчивыми разговорами от которых вы хотели бы абстрагироваться по этой карте вы как будто бы хотите от кого-то уйти возможно вам приходится защищать какие-то свои кровные интересы именно поэтому у вас может быть конфликт и отторжение от того общения которое в этом месяце может быть конечно эта карта также говорит о том что в этом месяце будет много трудностей будет много таких людей на вашем пути от которых вам постоянно придется то ли обороняться то ли защищаться то ли доказывать свою точку правоты и по этой карте также где-то в какой-то степени есть желание обособить свою личную территорию чтобы в нее никто не вторгался вам конечно это очень тяжело удается даже больше не удается но тем не менее по этой карте вы очень сильные вы очень волевые личности независимо от того кто мне смотрит мужчины или женщины и эта карта говорит о том что вы готовы справляться с любыми препятствиями которые будут вам встречаться давайте посмотрим что происходит в вашем четвертом доме эта карта указывает на ваш собственный дом под крышей которого вы живете и здесь у вас выпала замечательная карта короля пентакли эта карта говорит о том что если смотрит меня милые дамы возможно во многом финансово вы зависите может быть от вашего супруга может быть еще от какого-то мужчины который готов помогать вам деньгами да это то что отражается на ваш быт повседневность именно в вашем доме там где ваш очах если говорить о наших женщинах эта карта подтверждают то что есть мужчина который готов о вас заботиться возможно он не проявляет ярких эмоций любви но заботиться о вас и материально вас поддерживать этот мужчина сто процентов будет если смотрят меня мужчины раки эта карта может говорить о том что в этом месяце у вас появится больше качеств земли больше качеств стабильности желания какой-то стабильности желание что-то накопить желание что-то может быть купить в свой дом желание может быть что-то улучшить или во что-то вложиться да и вы будете делать все для того чтобы в вашем доме был достаток уют спокойствие и процветания давайте посмотрим что происходит в вашем пятом доме этот дом указывает на ваши хобби на ваше увлечение то куда тянется ваша душа и здесь к сожалению для вас выпала тяжелая карта десяточка жезлов она говорит о том что либо вам приходится совмещать большой груз ежедневных каких-то проблем и еще у вас есть хобби какое-то и просто это уже становится для вас непомерной тяжестью эта карта говорит о том что вы как будто бы почти не справляетесь но вы никому не подаете вида возможно у многих из вас по этой карте не хватает время на то чтобы заниматься какими-то своими хобби увлечениями почему потому что у вас и так слишком много обязанностей и так слишком много забот и так слишком большой груз какой-то ответственности за тех людей которые находятся рядом с вами вы на себе несете это все то что отражается на вашу повседневно ваши повседневные заботы и также на ваше психологическое эмоциональное состояние для тех у кого есть дети эта карта может говорить о том что с детьми могут быть какие-то проблемы проблемы трудности может быть недопонимания либо вам приходится прикладывать максимум усилий для того чтобы где-то понять своего ребенка а где-то для того чтобы ему помочь но какая-то тяжесть между вами или в этих отношениях все равно есть давайте посмотрим что происходит в вашем шестом доме в этом доме я рассматриваю ваши повседневные заботы это та рутина те будни с которыми вы будете сталкиваться каждый день и здесь для вас выпала неплохая карта четверочка пентакли эта карта говорит о стабильности да это не какие-то огромные деньги которые дают вам прям плавать вот в роскоши в полном удовольствии но это уверенные деньги которые все-таки приносят вам какое-то внутреннее спокойствие для многих из вас это все-таки ваша работа которая будет для даже для тех раков у кого нет работы эта карта может говорить о том что у вас может быть какой-то стабильный источник дохода что-то то что приносит вам деньги которые дают вам основания по этой карте в этом месяце у вас будет желание что-то накопить что-то сложить отложить на завтра про запас для того чтобы быть уверенным в своем собственном будущем также эта карта говорит о том что вы в этом месяце очень сильно будете поглощены какими-то текущими счетами бумажными делами может быть это какие-то элементарные выплаты но это то что может целиком и полностью занимать весь ваш мозг да вот в трудовой повседневности скажем так ну и конечно же заработок денег многие из вас думают о том как заработать как что-то улучшить в работе но также вот эта карта подтверждает лишний раз то что рядом с вами есть люди возможно и в рабочей деловой сфере от которых вы как будто бы либо хотите немножечко обособиться либо пытаетесь это сделать почему потому что внимание каких-то людей для вас все таки в какой-то момент может быть навязчивым давайте посмотрим что происходит в вашем седьмом доме этот дом указывает на ваше партнерство партнерские отношения в паре в семье и также то что касается может быть рабочего делового партнерства здесь для вас выпала карта четверочка мечей карта довольно таки тяжелая довольно таки эмоционально напряженная до по этой карте в этом месяце может быть некая усталость от какого-то общения в котором вы как будто бы над кем-то не можете одержать победу эта карта говорит о том что вы пытались или пытаетесь с кем-то до чего-то договориться но не получается либо обстоятельства пока сильнее вас либо какие-то внешние факторы выше вас либо те люди которым вы пытаетесь что-то доказать либо поставить их на свое место тоже в этом моменте могут быть пока сильнее вас и это то что может повергать вас такие легкие депрессивные состояния конечно по этой карте накопившаяся усталость которая дает о себе знать и конечно если говорить о ваших личных интимных отношений по этой карте многим из вас просто не до любви просто не до каких-то ласк и нежности почему потому что вы очень и очень по этой карте устаете и прежде всего многие могут уставать эмоционально не только физически но и физическая тяжесть по карте десяточка жезлов в вашей жизни в этом месяце тоже есть поэтому следите за своим здоровьем распределяйте свои нагрузки для того чтобы вы потом не лежали в горизонтальном положении если говорить о ваших семейных личных отношениях здесь тоже есть некое непонимание вы либо не слышите друг друга либо не хотите слышать друг друга либо просто пока в этом моменте к сожалению друг друга не понимаете карта говорит о том что рядом с вами и есть кто-то близкий кто готов вас поддерживать но вам не хочется вот где-то в какой-то момент никого не слышать ни с кем не разговаривать а просто желание закрыть глаза и побыть одному или одной и в вашей душе постоянные противоречия нужен мне этот партнер или не нужен быть мне с ним или не быть продолжать эти отношения или не продолжать будет у меня кто-то еще или если у вас уже кто-то есть вы постоянно размышляете анализируйте из-за этого у вас может быть подавленное состояние если говорить о вашей рабочей деловой сфере здесь буквально то же самое только все это нужно переложить на рабочие процессы есть люди с которыми вам тяжело общаться и пока вам как будто бы в этом месяце с кем-то очень и очень тяжело договориться и эта карта вас буквально призывает к тому что если пока что-то не получается сделать не делайте этого вы ждите момент не стоит прыгать выше своей головы вам все равно этого не удастся отдохните наберите сил перезагрузитесь и может быть немножечко позже вам удастся решить те проблемы которые имеются на сегодняшний день давайте посмотрим что происходит в вашем восьмом доме это дом возможного риска все что касается банков болезней вашего здоровья здесь в общем то для вас выпало очень хорошая карта восьмерочка жезлов и будем надеяться на то что несмотря на те препятствия на те невзгоды на тех людей которые есть рядом с вами которые вам глубоко неприятны эта карта говорит о том что у вас хватит сил и здоровья для того чтобы прорваться и идти вперед также эта карта может говорить о том что в риске находятся какие-то дальние дороги может быть стоит пока что-то принести если в особенности если это перелеты с самолетом если это движение по морю если это просто даже машиной или автобусом или каким-то транспортом вы едете на большое расстояние ваши поездки пока попадают в зону риска могут быть какие-то неприятные моменты либо в дороге либо что-то может пойти не так как вам хотелось бы поэтому если есть возможность что-то перенести перенесите на более благоприятный период но в общем то я не вижу чтобы у вас здесь были какие-то огромные долги эта карта говорит о том что даже если у вас есть какие-то неясные моменты с казенными домами в этом месяце вам все удастся решить довольно таки легко и быстро эта карта показывает какую-то скорость и возможно она вас призывает к тому что где-то чтобы какую-то проблему решить в лучшем виде все-таки вам нужно немножечко ускориться но по здоровью в общем-то запас энергии есть высшие силы вам помогают и вы однозначно прорветесь давайте посмотрим девятый дом что происходит здесь эта сфера указывает на взаимодействие с иностранными коллегами на обучение и также на дальние дороги и посмотрите здесь для вас выпала пятерочка жезлов очень много карт жезлов картов карт огня выпало для вас в этом месяце несмотря на то что вы стихия воды это говорит о том что месяц будет страстный горячий кипящий бурлящий и вы постоянно будете находиться в каком-то движении и динамике пятерочка жезлов говорит о том что если у вас есть какие-то коллеги из-за рубежа либо люди с которыми вы общаетесь по интернету есть какая-то тяжесть в непонимании есть какая-то конкурентная борьба есть какие-то козни со стороны других людей которые сознательно вам ставят какие-то палки в колеса делают возможно провокации по этой карте на которую вы поддаетесь к сожалению эта карта говорит о том что умеете контролировать свои эмоции и не поддавайтесь на провокации других но если к вам идут с мечом то отвечайте если говорить об обучении эта карта тоже может говорить о том что проблемы в обучении есть если смотрят меня учащиеся по этой карте вы как будто бы уже разуверились в богах высших силах вы не знаете кому вам верить и во что вы теряете веру из-за каких-то тяжелых жизненных обстоятельств даже не за обстоятельств а из-за тех людей которые вас окружают вот именно в этом месяце давайте посмотрим что происходит в вашем десятом доме этот дом указывает ваше на ваше взаимодействие с органами власти и с органами юстиции и показывает то чего на сегодняшний день все-таки в этом месяце вы смогли достичь здесь у вас выпала замечательная карта колесница эта карта грит о том что движение вперед скорость действительно какое-то перевозбуждение вот в вашей голове и в ваших действиях и поступках вот вы как будто бы несетесь на всех парах либо вы пытаетесь что-то охватить не обе не обятна успеть везде и сразу и именно поэтому возможно вы мчитесь на такой скорости также эта карта грит о том что где-то все-таки вам с трудом удается контролировать свои эмоции почему потому что действительно очень много людей рядом с вами которые не доброжелатели если говорить о взаимоотношениях с органами властей эта карта говорит о том что опять-таки вы все решите в этом месяце если у вас есть какие-то проблемы положительно благополучно но для этого вам действительно нужно либо еще сделать какие-то дороги либо в чем-то ускориться основную ответственность какого-то важного предприятия или дела вы должны по этой карте брать на себя что вы в общем то в принципе в этом месяце и делаете вы чувствуете на себе ответственность вы чувствуете что только вы сами лично можете сделать все в лучшем виде если смотрят меня все-таки те раки у которых есть свой собственный транспорт по тем картам которые вижу так как в зону риска у вас выпало восьмерочка жезлов кстати говоря здесь еще по этой карте это трудности в любви проблемы в любви вот в зону риска выпали именно все-таки отношения здесь не только дороги но вот сейчас уже немного просмотрел со стороны расклад я вижу что сюда падают еще и ваши собственные отношения да вот то есть то что касается вашего сердца вашей души у кого есть свой собственный транспорт не носитесь не летите карты вас призывают к тому что тише едешь дальше будешь помните эту золотую пословицу давайте посмотрим что происходит в вашем 11 доме этот дом указывает на те деньги которые вы можете получить от своего прямого бизнеса или своей прямой работы и здесь для вас выпала карта семерочка жезлов к сожалению любая копеечка любые деньги вам достаются каким-то большим трудом в какой-то очень большой борьбе карта говорит о том что в общем то вы человек с чистыми помыслами чистыми намерениями но либо у вас сейчас какие-то тяжелые жизненные обстоятельства в семье вообще вот может быть в отношениях с ближними здесь вы как будто бы с одной стороны хотите кого-то защитить с другой стороны вам самим приходится от кого-то защищаться очень неоднозначная карта и опять-таки снова жезлы эта карта говорит о том что вы постоянно находитесь в каких-то скандалах постоянно каких-то противоречиях постоянно выяснений каких-то отношений и вам приходится где-то кому-то отстаивать свою правоту именно по этой карте если говорить о деньгах повторюсь до заработок дается вам очень тяжело возможно у многих из вас есть конкуренты есть люди которые сознательно мешают вам нормально и спокойно работать и зарабатывать давайте посмотрим что происходит в вашем двенадцатом доме этот дом указывает на ваши самые большие страхи самые большие опасения которые есть вашей душе в этом месяце на сегодняшний момент если говорить о вашем двенадцатом доме давайте посмотрим что происходит здесь это ваши самые большие страхи самые большие опасения которые есть в вашей душе вот именно в период этого месяца и здесь для вас выпала карта императора. Это какие-то сложные взаимоотношения с мужчиной. Либо ваши собственные переживания за какого-то человека в мужском лице. Независимо от того, кто меня смотрит, мужчины или женщины. Возможно, для кого-то это супруг, для кого-то отец, для кого-то брат, для кого-то дядя, для кого-то кто-то ещё. Это тот мужчина, с которым у вас очень тяжёлые на сегодняшний день взаимоотношения. Общение с этим человеком буквально грузом ложится на ваши плечи. Ваша голова разрывается от каких-то разговоров, от каких-то переживаний, от какой-то тяжести. Может быть, вы чувствуете в какой-то степени зависимость от этого человека. Для кого-то, для некоторых, эта карта может показывать уже взрослого сына, если смотрит меня старшее поколение. И эта карта может говорить о том, что проблемы со старшим сыном у вас тоже могут быть. Либо какие-то трудности. Не то чтобы проблемы, но трудности, которые имеются у вашего взрослого ребёнка. Если смотрят меня мужчины-раки, эта карта говорит о том, что вы, может быть, переживаете о том, что вы как будто бы с чем-то не сможете справиться. Вы боитесь какой-то слишком большой тяжести, слишком большой ответственности, которая на сегодняшний день на вас может быть возложена. Из-за этого могут быть переживания. И здесь, конечно, могут быть и трудности со здоровьем. Из-за этого и за здоровье вы свои переживаете. Поэтому для того, чтобы не переживать о своём здоровье, смотрите за ним вовремя. Но если говорить о женщинах, вы поняли, что здесь могут быть какие-то межличностные отношения, которые для вас с каким-то мужчиной очень и очень тяжёлые. Из-за этого у вас идут переживания. Давайте посмотрим, что советует вам Вселенная на этот месяц. И здесь для вас выпала карта принцессы Пентакли. То есть это своего рода паш, но в этой колоде это молодая и юная девушка. И эта карта говорит о том, что основное внимание всё-таки в этом месяце вам нужно уделить сфере своей работы и сфере своего заработка. Эта карта говорит о том, что трудитесь, не покладая рук, проявляйте терпение, проявляйте усердие. И у вас однозначно всё получится. Если для вас выпала карта Божа Пентакли, также эта карта может говорить о том, что да, у многих из вас могут быть какие-то хлопоты с детьми. И многим из вас в этом месяце всё-таки больше своего внимания нужно уделить детям. Возможно, нужно сделать ещё какие-то покупки для своих детей. Об этом могут напоминать Пентакли. И тут нужно следить за образованием своего ребёнка, потому что Пажи это также образование. И возможно, здесь вам нужно ещё уделить внимание на сферу образования своего ребёнка. Здесь тоже нужно всё держать под контролем. В общем-то, хлопот много, но вы в этом месяце со всем этим справитесь, поэтому настраивайте себя только на позитивный лад. Несмотря на то, что этот месяц тяжёлый именно во взаимоотношениях, во внешнем мире, также, возможно, с близкими людьми, у вас есть работа. И это важно. Даже если смотрят меня те раки, которые до сегодняшнего дня были без работы, и вы ищете работу, карты показывают, что работу в этом месяце вы найти сможете. Есть некая стабильность, есть уверенность. Для кого-то это будет помощь именно мужского лица. Ну, с работой вам может помочь некий мужчина, да. То есть, у каждого своя ситуация, но тем не менее. Также в вашем раскладе выпало три старших аркана. Давайте их объединим для того, чтобы получить дополнительную информацию. Для вас выпала карта Иерофант, карта Колесницы и карта Императора. Посмотрите, если смотрят меня женщины, эти карты говорят о том, что в вашей жизни есть как минимум два мужчины, от которых вы зависите. И здесь, ну, при принятии каких-то быстрых решений, ответственность этих мужчин за вас. Либо у вас с этими мужчинами какие-то дороги или какие-то важные переговоры. Но это все то, что в общем-то в какой-то степени с одной стороны является для вас напряжением, но с другой стороны эти мужчины дают вам некую поддержку, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Здесь еще могут быть какие-то все-таки дороги совместные. Вот с кем-то из этих мужчин, а может быть сразу с двумя, куда-то вы направляетесь. И карты говорят о том, что здесь в этом месяце будут все-таки приниматься какие-то быстрые, важные решения, дорогие женщины, именно вашими мужчинами. То, что касается вашей собственной жизни, то есть ихняя забота о вас и вашей жизни много зависит именно от их покровительства и их поддержки. Если смотрят меня мужчины-раки, эти карты для вас просто замечательные. почему? Потому что они говорят о том, что все-таки у мужчин ситуация в этом месяце немножечко получше, чем у женщин. Почему? Потому что вы ситуацию собственной жизни сможете контролировать гораздо лучше и успешнее, чем наши девочки, дамы-раки в этом месяце. Но тем не менее, нашим женщинам тоже не стоит огорчаться, потому что рядом с вами есть мужчины, которые о вас тоже думают. Вот таким был для вас расклад на ноябрь месяц, уважаемые раки. Я с вами не прощаюсь, я говорю вам до новых встреч, до следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться, друзья. Всем удачи, а сегодня всем до свидания.